Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Тропика 6. Выборы у нас с вами не за горами, остается буквально чуть-чуть, но не приходится сомневаться в победе Эль Президента. 77% голосов за него проголосуют уж точно. И наши коммунистические друзья нам с вами дали такую задачку, избавиться от отряда командос на нашем острове, хотя, конечно, они нам служили верой и правдой, но придется от них избавляться. К сожалению, хотя они нам в свое время принесли немало пользы. Да-да-да, 580 за нас, это просто замечательно. Конституцию пока менять не буду, все меня вроде как устраивает, а вот отряд все-таки придется снести. Ну что ж поделаешь, сносим, раз так сказала партия, нужно делать. По-прежнему у нас продолжается, собственно, выработка атомной электроэнергии, и вот она, Надя Кузнецова, наконец-таки. Ага. Полагаю, вы догадались, что все это время я была тайным агентом, нам нужны амбициозные жестокие лидеры. И, ой, президент, я забыл с кем говорю, что лишившись главы партия должна погибнуть, а я буду наслаждаться отдыхом на одном из ваших прекрасных пляжей. Вот так Надежда, так Надежда. Да? Эм, дополнительное задание. Шпионская академия, есть такое уже? Президента! Да? Время пришло. Ага. Прошлой ночью тайный агент нейтрализовал комиссара партии. Так, да, есть такое. Скоро партия развалится под собственной тяжестью, это только вопрос времени. Вам нужно тут же разнести слухи, позвольте нам быстро развить систему прессы. Ах, президент, я уверен, что настоящая коммунистическая система наконец-таки подарит всем рабочим мир и процветание. Возвести строение СМИ. У нас уже их много, больше, чем нужно. И нужно сейчас самое будет жесткое, видимо, добиться уровня свободы определенно. На сумме 66, а нужно 80 аж целых. Да, 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 да. Я очень рад, спасибо большое. Но я, благо, здесь уже строю дополнительные радиостанции и прочее, прочее, прочее. Уже заработную плату там поднял просто до небес. Не знаю, что, наверное, опять минусами из-за этого уйдем. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Тут у нас, в принципе, с вами кое-какие товары есть. Но, знаете, вроде товаров и много, а вот ценник-то у них не особо большой, на самом деле. Так, что у нас с вами там по торговым путям? У нас сейчас все пока забито, да, для улучшения, скажем так, обстановки с нашими союзниками. Ну, это хорошо, в общем-то. Это, в общем-то, и замечательно. Сколько у нас там? Больше 100 у нас с вами с восточным блоком и 70 с западным державами. Нормально, нормально. В общем-то, более-менее хорошо. Давайте похвалим, может быть, даже западные державы. 80 тут встало. Я думаю, никто сильно на это не обидится. Ну что ж, давайте стройте. Я, естественно, строю это своими силами, потому что... Ну, точнее, тропиканты строят своими силами, потому что просто денег особо-то многого и нет у нас, как бы. Не понял, в смысле 56. А где мои 56 тысяч? Или это еще... Или это с прошлого раза еще осталось до сих пор? Окей. Рейды у нас с вами также продолжаются. Я, собственно, выставил им здесь линейку охотных сокровищ, чтобы они просто-напросто постоянно, постоянно приносили нам хоть какую-то прибыль дополнительную. Это будет тоже, как нельзя... Кстати, и строю, кстати говоря, здесь у нас нефтяная скважина появится, что, в общем-то, тоже не дурно. Торговые маршруты завершены. Давайте какой-нибудь... Да, хоть какой, не знаю, вообще без разницы. На доске можно на 5 тысяч, например. Не, давайте лучше на золото. У нас же на золото больше нет ничего. Да, давайте. Золотишко немного. Подписать контракт. Да, окей. Хорошо. Ну, знаете, эти контракты в основном для того, чтобы именно наладить отношения с фракциями, скажем так. 67 уровень свободы тем временем, но это пока еще не все достроено. Посмотрим, посмотрим, что еще можно со свободами сделать. Я вроде как прикинул, так смотрел указы, и тут особо таких, знаете, то, что повышает уровень свободы, тоже нету. Отношения с верующими. Скорее, наоборот, тоже ущемление свободы всячески. Поэтому тут нам вряд ли что-то поможет с вами. Ну, сейчас будем за счет, скажем так, отстройки новых сооружений, новых СМИ пытаться как-то все это дело уладить. У нас с вами еще газета есть, кстати говоря, увеличивает уровень свободы в области действия. Угу, давайте посмотрим. Ну, в принципе, мы видим, где у нас с вами зеленое, где у нас с вами желтое, да, и где у нас вообще, в принципе, что имеется и как. Поэтому, я думаю, можно построить пару газет еще. Газеты, в принципе, не такие затратные, скажем так, да, как другие какие-нибудь сооружения, типа, типа, там, телевидения или что-то еще вроде того. Поэтому, в принципе, можем себе позволить построить пару газеток еще. Вот, знаете, в свободных местах. Пускай они потихонечку строят. Тоже, как бы, не буду я, скажем так, за деньги это строить. Сами они там сообразят уже. Потихонечку все это добро у нас достроится. Давайте на других островах тоже, естественно, все это добро поднимем, потому что уровень должен быть везде, чтобы средний был примерно вот такой, какой нам с вами нужен, конечно же. Так, а вот здесь поместится газета? Здесь не помещается. К сожалению, ну, да, тут совсем туговато с площадью, конечно, для строительства. Но мы сами видим, как вот зона распространяется. В принципе, к сожалению, этого маловато. Ну, да, видите, чем кучнее их строишь, тем, естественно, больше бонуса это дает. Ну, ладно, надеюсь. В принципе, пока этого хватит, что у нас с вами здесь на острове творится. Давайте посмотрим. Ну, тоже, башня построена, там кто-то не работает. Но вот неплохо было бы еще, конечно, улучшить уровень здесь. Свобод поднять, так сказать. Ну, можно здесь поднять газеткой, да, например. И можно, в принципе, еще вот здесь ее построить. За домом, как бы, пускай стоит. К ней дорога, благо, не нужна. Поэтому, я думаю, таким образом мы с вами тоже поднимем. Сейчас все деньги у нас на строительство уходят, вообще все. Сейчас еще плюс зарплаты идет куча, я думаю, денег. Через три месяца прибудет корабль. У нас пока даже продавать-то с вами ничего толком. Но я надеюсь, что сейчас они все с этим будут справляться. Так, пять очков рейда тысяч получен. Ну, не то, чтобы нам это с вами нужно было. Я бы лучше согласился, конечно, на денежки, которых у нас сегодня пока не так много. Давайте охотиться с сокровищами. Здесь тоже охотиться с сокровищами. Все, пускай занимаются. Просто по КД пускай занимаются. Но мы с вами будем по мере своих сил, конечно, продавать товары, чтобы, благо, у нас денег совсем уж в минус не выходило. Я надеюсь, мы с вами добьемся. Что-то в уровне. Хотя, конечно, еще довольно много нужно поднять, потому что 12 это, на самом деле, довольно много. Сейчас за счет газет посмотрим, сколько еще поднимется. Но это нужно подождать. Это все дело нужно подождать. Так, у нас здесь строится. Здесь строится потихонечку. Стройконтора у нас с вами довольно мало, кстати говоря. Может быть, есть смысл даже построить инженерную компанию еще одну где-нибудь здесь. У нас, по-моему, как раз в этой части острова нет ничего подобного. Вот, пускай она будет здесь. Еще одна. Давайте даже, наверное, высокую важность сделаем ей, чтобы в первую очередь построилась. А, нет, мы с вами здесь за тысячу можем так построить, в принципе, я думаю. Людишки согласятся на работу? Я надеюсь сюда, потому что им, в общем-то, работать-то где-то надо. Правильно. Сколько у нас безработных? Есть ли они у нас вообще безработные? 20 человек у нас. 20 человек у нас. Колледж 5 старшей школы и 5 без образования. Ну вот, пожалуйста, вот ваш шанс найти работу. Идите работайте. Где вы еще найдете себе сейчас работу в Тропикос? Работы, знаете, у нас туговато. Потому что сейчас все очень и очень плотненько идет. Так, что у нас здесь сейчас? На 28 тысяч маловато, конечно. Хотелось бы побольше. Хотелось бы чуточку побольше. У нас там появились вроде бы новые виды товаров. Автомобили, кстати говоря. Смотрите-ка. За 28 тысяч. Но для автомобилей там тоже нужно кучу всего построить. Прям цепочки целые. Поэтому пока, я думаю, все-таки на лодках будем как-то держаться с вами. Лодки, по идее, наши все украшения тоже появились. Кстати говоря, оружие по-прежнему. Мебель. Так, уран, сигары. Все это мы ром продаем. Мебель тоже неплохой вариант, кстати говоря. Построить мебельную фабрику какую-нибудь из досок. По-моему, там тоже будет все это производиться. Сейчас посмотрим. Так, мебельная фабрика. Где она у нас есть? Она 4 тысяч стоит. Да, перерабатывает доски, производит мебель. Вот, кстати, можно было бы построить. Энергия, благо она с вами имеется. 4 тысячи, да, говорите? Ну, давайте, ладно. Хорошо, купим. И пока мы построить ее, к сожалению, больше не можем. 8 тысяч это будет стоить. Но подождем, когда следующий корабль к нам придет. Вот он уже, в принципе, в пути. И мы тут продадим что-нибудь. Давайте даже ускоримся, чтобы побыстрее все доброшло к нам. Ой-ой-ой. Минус 12. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Но, я думаю, сейчас кое-какой указ отменю. Потому что он реально, походу, очень много денег съедает у нас с вами. И реально денег просто-напросто не остается ни на что практически. Но сейчас вот. Сейчас вот благо. Кстати, свобода уже 70 у нас с вами стала. Это тоже замечательно. А? И сдать указ супер вечеринка для дипломатов? Ну, давай примем. Я не знаю, сейчас буду ли я принимать ее. Там, по-моему, тоже денег стоит. Сейчас мне главное поставить мебельную фабрику, конечно же. Где-нибудь, где-нибудь вот здесь желательно поставить бы ее. На большая? Не, не особо большая. Она должна поместиться возле дороги. Вот, давайте здесь поставим мебельную фабрику. Пускай тоже строят. 4 тысячи. Будем производить мебель, хоть и немножко. Но в целом тоже. Все-таки плюс какой-то у нас с вами это пойдет. Да и мы сможем с вами закрыть какие-нибудь, может быть, новые договоры. Торговые или что-нибудь типа того. Ладно, хорошо. Так, и будем продолжать. Ну что, здесь строительство тоже идет. Так, пожарные там тоже следят за всем этим делом. 70 из 80. Ну, постараемся, постараемся улучшить. Добро, давайте я еще даже подниму зарплаты. Чтобы везде были, блядь, шеи прям зарплаты. Чтобы все были радостные и счастливые у нас. Работники, блин, месяца. Так, а где у нас с вами еще, знаете, что меня интересует? Газеты. Нужна хотя бы одна газета. Вот здесь, по-моему, она была, да? Тоже зарплаты поднимем. Чтобы, может быть, на качество работы-то скажется. И, возможно, тогда и свобод больше будет. 71 уже. 9 остается. Ну, надеюсь, надеюсь, что у нас с вами середнячок 80 достигнет. Все-таки мы будем с вами счастливы. Вот деньги наши точно не будут счастливы из-за этих зарплат. Огромных. Что мы можем с вами сократить еще? Давайте посмотрим. Расходы, конечно. Ну, прибыли вроде как больше. У нас из-за строительства сейчас в основном минус идет. Ну, хотелось бы, конечно, расходы все равно сократить. Зарплаты большие, конечно. Содержание тоже довольно большое. Ну, вот строительство 21 тысяча, если бы этого не было. У нас было бы все более-менее нормально. Разное. Видите, вот указы, указы, указы. Возможно, я все-таки отменю, знаете, бесплатные колеса. Отношения с коммунистами улучшаются на 15. Уф-уфу. 750 в месяц. Хотя не так много в месяц, на самом деле. Не так много в месяц. Каждый богатый взрослый переносит нам 7 долларов. Вот это хорошо. Отношения с капиталитами ухажаются на 20. Отношения с коммунистами улучшаются на 20. Блин, ну тут все для коммунистов, короче, сделано. Все сделано для коммунистов, поэтому не хотелось бы, конечно, отказываться от этих указов. Ладно, ждем. Ждем сейчас строим и смотрим, к чему это у нас все-то с вами приведет. Ну что же, 77 из 80. Знаете, оказалось вроде бы уж и не такой недостижимой целью. В общем-то, сейчас у нас еще пару газеток построится. Я посмотрю, что у нас будет получаться. Ну, конечно, проблема сейчас вот именно в этих островах. Потому что тут не такой уж большой уровень свобод. Но тут тоже у нас так-то строится с вами телестанция еще одна. Так что я думаю, все нормально здесь будет. А вот здесь у нас с вами еще газетка строится. Ну, я думаю, 2 единицы остается. Нам с вами сейчас главное, знаете, протянуть этот вот временной отрезок. Я думаю, дальше можно будет уже зарплату немножко подурезать все-таки. Иначе мы с вами, конечно, так долго особо не протянем. С другой стороны, у нас с вами построилась еще нефтяная вышка, нефтяная скважина. Еле-еле, правда, здесь добывается, конечно, нефть очень медленно. Но в целом, в целом, как дополнительный экспорт, почему бы и нет, да. Почему бы и нет, можно будет продавать ее сюда. Вот тут уже где-то вилл вроде нефти была. Да, нефть 156 единиц есть. Скоро прибудет корабль через 16 дней. И 35 тысяч у нас, в принципе, есть. Я надеюсь, еще парочку торговых контрактов мы с вами завершим. Чтобы отношения тоже у нас с фракциями немножечко улучшились, стали теплее. И они нам, знаете, не достожзали лишний раз. Так что я думаю, все будет хорошо. Ну что, где у нас там еще стройки-то идут? 79, 79 из 80. Ну давай, давай, еще одна единичка всего лишь. Тут у нас достроилась тоже газетка, я смотрю, да. Так, торговые пути завершены. Хорошо. Продаем какао и сигары сейчас, значит, мы с вами, да. Какао и сигары. Что еще можно? Бревна можем, так. Какао, консервы, нефть, никель, оружие, кстати говоря. Вот это, мне кажется, неплохо. Давайте оружием поторгуем. Так, на 700. А, два одинаковых, я понял. Давайте на 700 небольшой такой контрактик выполним еще. Пожалуйста. И какао мы продаем тоже сюда еще здесь сигары. 0 из 9 из 100. Что-то сигары не делаются, что ли? Наши сигары должны производиться там. Причем так довольно хорошо. Да нет, должны. Вот тут есть они, в принципе. Ну хорошо. Подождем. Итак, 79 из 80. Просто какая-то финишная прямая. Знаете, сейчас-то... Если она так и зависит, это будет, конечно, немножко странновато. Но в целом, я надеюсь, что нет. У нас тут даже, получается, с вами две газеты строятся еще. Вот. Газеты наше все. Газеты нас спасут, я уверен. Рано или поздно здесь вышка достроится когда-нибудь. Ну, вот половинка вроде построилась. Ждем и верим, как говорится, да. Ждем и верим. И продолжаем следить за нашим балансом. Который сейчас, к сожалению, не особо чтобы в нашу пользу был. У нас прибыли сейчас за счет экспорта, конечно же. Местные услуги также приносят помощь, сверхдержав 40. Ни хера себе нормальные помощи. Разные. Налог на богатство. Так, иностранная помощь. Понятно, транспорт 313. Окей. Угу, 20 тысяч. А, ну это я запрошел помощь. Так. Вот туристов бы. Нам, может быть, с туристами что-нибудь сделать. Хотя, с другой стороны, сейчас, мне кажется, нам немножко не до туристов. Нам бы сделать все это побыстрее. И, возможно-то, так сказать, коммунизм уже и все победит. Посмотрим. Посмотрим. В любом случае. Корабль только от нас отплыл. 21 тысяча запаса имеется. Здесь уже на 13 тысяч есть товаров. Я надеюсь, будет больше. Ну, должно быть больше, естественно, к следующему прибытию. Прибудет через 4 месяца. Долговато, на самом деле. Обычно мы приплывали через, там, 3. Что у нас по отношениям сейчас с державами? Больше 100 и 78. Нормально. Неплохо, на самом деле. Очень даже не дурно. Я бы сказал так. Но Тропика, на самом деле, у нас очень сильно разрослось. В принципе, да. Достаточно, наверное, такое прям городище стало здесь. Там всякие разные... Ура! Ура, товарищи! Полагаю, из уважения к прошлым традициям, я должен порадовать вас небольшой взяткой. Потому что теперь начинается тяжелая работа. Президенты, товарищи надеются на меня. Как никогда. 5 тысяч в царском банке. Окей. Посол Чжан. Как я рад вас видеть. Партия пала. И советы попрятались по своим нормам. Ага. Есть такая пословица президента. Собака больше кошки из-за того, что она ест. В переводе звучит не очень хорошо. Найрад сообщить вам о начале китайской эпохи мирового коммунизма. Ваше содействие очень желательно. Ха-ха-ха. Ясно, посол Чжан? Понятненько. Ну что ж. Выиграем игру. Хотя учебники истории должны писаться победителями, я сочту за честь написать вашу за вас. Мой победительнейший президенте. Ах, какой прекрасный мир мы создали на какое-то мгновение. Однако, думаю, эта глава будет короткой. Нам не нужны истории, предполагающие, что амбициозным, жестоким лидерам стоит опасаться своего ближайшего окружения. Верный пенультима жаждет лишь помогать вам. Вы это сделали, президенте. Победа за нами. То есть, за вами. Ну что ж. Вот так вот закончилась еще одна очередная глава в истории Эль-президента и воверного помощника пенультима. Ну а, собственно, наша миссия здесь на этом тоже заканчивается. Ну и далее нас с вами ждет, конечно же, следующая миссия. Но ее мы, собственно, с вами начнем, естественно, в следующий раз. Поэтому на сегодня это все. Вот такая вот небольшая, короткая, знаете, заключительная коммунистическая серия у нас с вами получилась в данной миссии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующий раз. Всем до скорого. И пока-пока.